Проходящий по громкому уголовному процессу бывший президент Молдовы Игорь Дадон попросил предоставить ему возможность поехать на Пасху в Грецию, на гору Афон. И это несмотря на то, что ранние судьи продлили Дадону запрет на выезд из страны еще на 60 дней. При этом, по его словам, приглашение совершить паломничество поступило от руководства нескольких греческих монастырей. Исполнят ли его просьбу судьи, Дадон узнает уже на ближайшем заседании 24 марта. А вот прокуроры категорически против. Подал заявление, поскольку мне поступило приглашение от нескольких монастырей на горе Афон. И мы сейчас в пасхальном периоде, когда у нас пост, как и каждый год я бы хотел на несколько дней отправиться на Святую Гору. А вот прокуроры категорически против того, чтобы Игорь Дадон покидал страну. Петр Ермолюк полагает, что единожды покинув Молдову, Дадон может больше не вернуться. Уколовный кодекс предполагает, что подсудимому может быть выдано разрешение покинуть страну, если подсудимый докажет, что есть неотложные обстоятельства. Но в этом случае обвиняемому не удалось доказать наличие чрезвычайных личных обстоятельств. Адвокаты заявили, что их подзащитный хочет совершить паломничество. Как нам кажется, прошение не обосновано. С другой стороны, Игорь Дадон утверждает, что не намерен уклоняться от закона и непременно докажет свою невиновность. Я не намерен покидать страну и буду здесь до конца, чтобы убрать их от власти. Для меня это дело принципа. Тем временем, высшая судебная палата продлила запрет на выезд для Дадона еще на 60 дней. Что же касается громкого журналистского расследования о том, как Кремль планировал установить свой контроль в Молдове до 2030 года, Игорь Дадон назвал это все манипуляцией. Я в качестве главы государства во время своего мандата, как и после, никогда не действовал и не буду действовать в ущерб интересам Молдовы. Игорь Дадон проходит обвиняемым по делу о кульке. По версии прокуроров, он получил от Плохотнюка от 600 тысяч долларов до 1 миллиона. Сразу после ареста бывшего президента Молдовы в прошлом году прокуроры наложили секвестр на имущество Читы Дадон, в том числе на несколько автомобилей недвижимость в Садово и в Маловате. Своей вины Игорь Дадон не признает. Ему инкриминируют пассивную коррупцию, финансирование преступной организации, государственную измену и незаконное обогащение.